Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников. Знакомиться, по возможности, с их автобиографией. Живописец и график Экгорст Василий Ефимович. Родился в 1831 году. Учился в классе бортальной живописи у Велевальда. В 1857 году за картину «Контрабандисты» был награжден малой серебряной медалью. В 1860 году за картины «Конюшня» и «Ландшафт» получил большую серебряную медаль и звание классного художника третьей степени по живописи народных сцен. В 1868 году представил ряд картин на соискание звания академика, но получил отказ. Я пользуюсь данными из интернета, которые мне удалось найти. Жил в Петербурге и работал как жанрист, пейзажист, анималист, представитель позднего академизма. В 1890-х годах много работал в Финляндии. Картины художника с изображением народных сцен и пейзажа экспонировались на выставках в Императорской академии художеств и Общества выставок художественных произведений в Петербурге. В 1876 году на Международной художественной выставке в Филадельфии. По всей видимости, занимался преподавательской деятельностью. Творчество Василия Ефимовича Экгорста было весьма популярно в петербургских кругах. Многие охотно приобретали его работы и не только любители живописи, но и серьезные коллекционеры. Творчество художника представлено в ряде музейных собраний, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Государственном русском музее. Василий Ефимович Экгорст умер 3 августа 1901 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Смоленском православном кладбище. Вот так немного, данных не очень много мне удалось найти. О живописце-графике Василия Ефимовича Экгорст. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok